Политика, люди, страна. Три слова, которые легли в основу программы Полюс. Три блока, в которые каждый понедельник мы подводим итоги прошедшей недели. Нам есть что сказать, но мы готовы слушать и слышать. Ведь мы с вами на одной стороне. Я приветствую вас на Полюсе. Мы начинаем. С сегодняшнего дня вступили в силу принятые парламентом поправки в Кодекс о телевидении и радио, запрещающие ретрансляцию российских новостей и информационно-аналитических программ. За нарушение закона предусмотрены санкции, прежде всего штрафы. Однако, если они не подействуют, Координационный совет вправе отозвать увещателя лицензию. Кроме того, кабельные операторы обязаны исключить из своей сетки целые телеканалы. Мир-24, РБК, Беларусь, Казахстан и еще целый ряд. Итак, Молдова начинает жить в новых условиях. Впервые за годы независимости некоторые программы наша власть называет вредными для просмотра. И потому сам собой рождается вопрос. А что с этим делать? Как поступит молдавский телезритель? Добьются ли своих целей те, кто принимал этот закон? А главное, насколько сами депутаты находились в рамках правового поля, когда за это голосовали? Разбираться с этим будем в ближайший час. Вы смотрите Полюс. Часть первая. Политика. Добро пожаловать. Я хочу предоставить слово депутатам, потому что хотела бы у них для затравочки тогда узнать ответ на один единственный, но самый важный все-таки вопрос. Вот какого эффекта вы ждете от принятия этого закона? Господин Новак, каков будет эффект? Эффект будет абсолютно нулевым, так как мы живем в эре технологических прогресса. Интернет на сегодняшний день практически заменяет все, что угодно. Поэтому человек, который захочет узнать побольше, что творится в той или иной стране, достаточно просто зайти в интернет и он без никаких препятствий узнает все это. На самом деле вы затронули тему, насколько это легитимно. Я хотел бы отметить, что 34 статья Конституции Республики Малово полностью перечеркивает то, что голосовал парламент. И в части первой написано, что право лица на доступ к любой информации, касающейся общественных дел, не может быть ограничено. А часть пятая, средства массовой информации не подвергаются никакой цензуре. Точка. А то, что за то, что голосовал парламент, это не что иное, как цензура. Но больше всего, скажем так, наступили награбли, в данном случае парламент, когда голосовал, что очень много стран, которые, ну отодвинем в сторону Россию, очень много стран не подписали эту конвенцию. О трансграничном цельювении. Да. Поэтому, что мы будем делать? То есть, исключать полностью все и будем смотреть только, что нам, что захотят в GBC или в другом месте, это, с моей точки зрения, неправильно. Поняла. Так. То есть, эффект, вы считаете, будет прямо противоположным тому, что ожидают? Совершенно верно. Благодарю вас. Госпинка, вы какого эффекта ждете? Ну, эффекты мы увидим с вами вместе в процессе внедрения этих новых мер в нашу жизнь. Ну, я с самого начала хотел сказать, что мы все с вами должны понимать, что эти меры, которые были приняты, они являются вынужденными. Эти меры, я очень надеюсь, являются временного характера, потому что, так как законы устанавливают определенные ограничения, точно так же эти ограничения могут сниматься. Вторая точка зрения, я вам хочу сказать, как дипломат, как проработавший много лет в дипломатической службе. Если смотреть на процесс развития отношений между двумя субъектами международного права, как две страны, то наложение ограничений не является тем способом, который будет сближать или будет делать эти отношения взаимовыгодными. То есть мы должны избегать таких мер. Но иногда страна должна думать и о своей безопасности. Не только о мерах политкорректности, насколько эти меры красиво звучат. Но если вопросы идут о безопасности страны, о любых сферах этой безопасности, будь то военная, будь то политическая безопасность, экономическая, финансовая или информационная, институты страны должны думать, как такую безопасность обеспечить. Если существуют определенные риски. Вот я, как представитель Народной Европейской партии, проголосовал за этот закон. Я сделал это осмысленно, обдуманно, не голосовал, потому что кто-то этого хотел или кому-то это нужно. Нет. Я думаю, что действительно наша страна является сейчас в очень таком уязвленном положении. Я поняла. И поэтому мы должны реально холодно оценивать, что происходит вокруг нас. Хладнокровно. Хладнокровно. Поняла. Спасибо. Господин Стохорский, вы какого эффекта ожидаете? Ну, я придерживаюсь мнения, что любые запреты никогда ни к чему хорошему не приводят. Тем более, если речь идет об доступе к информации. Вот господин Новак уже сказал, что нарушается действительно Конституция. То есть мы все имеем право получать информацию разного рода. И каждый из нас, как гражданин, имеет право ее по-своему оценивать и интерпретировать. То есть плюрализм точек мнения, как говорится, никто пока еще не отменял. Если же мы выбираем одну какую-то точку зрения и не можем посмотреть, а что нам предлагается с другой точки зрения, это уже большая проблема. Мне, честно говоря, не до конца понятно, если так пойти вглубь этого закона, не до конца понятна проблема для, вот господин Карпов говорит, безопасности Республики Молдова. Потому что ведь сюжеты, программа «Время» или какие-то другие аналитические программы есть на российских телеканалах. Там же не все о Молдове говорят, то есть периодически. Я это, например, в первую очередь связываю с тем, что у нас сейчас уже выборы на носу. И мы знаем, что периодически появлялись и появляются, наверное, и будут появляться на российских телеканалах сюжеты о Молдове. Не всегда они позитивного характера, особенно в последнее время. Несмотря для кого позитивного характера? Не всегда они являются объективными, то есть частично. То есть мы должны признать это. Я, например, понимаю, что там бывает, знаете, как каждый с разной стороны смотрит. Один был такой британский в 19 веке журналист, он говорит, каждый из нас хочет, чтобы его информировали честно, беспристрастно и в соответствии с его точкой зрения. То есть понятно, что одна часть населения у нас воспринимает какую-то информацию позитивно, которая из России звучит, другая, допустим, негативно. То есть если посмотрим европейские новости, там получится обратно. То есть у нас сторона в этом плане геополитически разделена. И в принципе, мне кажется, что каждый гражданин вправе сам решать. Есть информация, которую действительно скрывают власти не только в Молдове. Например, мы иногда можем посмотреть альтернативную точку зрения на новости, которые там в западных СМИ. И эта точка зрения нам даст возможность по-другому посмотреть на ситуацию. Например, по той же Сирии. Ведь есть уже много, я так в двух словах, примеров, когда журналисты из западных стран реальную дезинформацию из Сирии предоставляли. А российские СМИ эту информацию подставляли по другим углам. А китайские СМИ, которые вообще равно удалены и от западной, и от российской позиции, они предоставляли третью точку зрения. Чем больше точек зрения, тем человек каждый правил выбирает. Как можно больше СМИ, хороших и разных. Да, безусловно. Я поняла, спасибо. Господин Волнинский, вы какого эффекта ждете? Вы знаете, с пропагандой, несомненно, надо бороться. Но смотря с какой точки зрения рассматривать эту пропаганду, меня удивило, что никто не поставил вопрос. Все говорили, пропаганда, пропаганда. А что подразумевается под этим термином? Потому что пропаганда это очень общий такой термин и всеобъемлющий. Нельзя говорить в данном случае, вот когда мы рассматриваем этот вопрос, ясно, что он направлен в первую очередь против российских СМИ. А разве пропаганда существует только в российских СМИ? Вообще, разве пропаганда существует только в традиционных средствах массовой информации, как есть телевидение, газеты или радио? Пропаганда есть и в интернете, и в социальных сетях, которые, когда я говорю интернет, я уже распределяю социальные сети, интернет-порталы и так далее и тому подобное. Пропаганда присутствует везде. По-моему, этот угол, точка зрения, угол зрения, с которым парламент подошел к этому вопросу, очень-очень узкий. Надо было рассматривать вопрос намного шире. А так просматривается чисто электоральный интерес, исходя из того, что во время предыдущих... Я прошу прощения, вы увидели здесь антироссийский строго след? Ну, скорее всего, это не секрет, все об этом говорят, он просматривается совершенно ясно. Я понимаю, что есть это стремление и на европейском уровне, есть это противостояние между Россией и Западом, и это модно. Наверное, власть попыталась поймать сразу двух зайцев. В первую очередь, свои проблемы решить, связанные с предстоящими выборами. Во-вторых, понравится, видимо, европейским партнерам. Это можно было сделать намного умнее, и для этого надо было рассматривать этот термин намного шире. Благодарю вас. Вот эти вопросы, о которых вы говорите, Господин Карпов внимательно слушал. Знаете, хорошо, что вы заговорили о себе как об опытном дипломате, потому что у меня тогда и вопрос к вам сейчас будет, как к дипломату. Вот смотрите, в 2001 году заключен базовый договор между Россией и Молдовой. Я не поленилась, я посмотрела еще раз этот текст и увидела статью 19. Смотрите, там написано. В интересах взаимного расширения познания о народах обоих государств стороны будут содействовать сотрудничеству в области средств массовой информации. Прямо-то. В этом случае мы как-то содействуем? Если можно коротко, да, нет? Вот сейчас. Какое содействие? Так, дальше, как опытный дипломат, смотрите, статья 8 Конституции, что пишет? Государство обязуется соблюдать устав ООН и договоры, одной из сторон которых она является. Получается, Господин Карпов, мы договор не соблюдаем, так? Нет. Нет, поясняйте. Поясняю. Так как я дипломат, в первую очередь, я вам поясню. Давайте я вам на память процитирую примерно другую статью. Нет, давайте с статьей разберемся, а потом к другой. Если я не ошибаюсь, статья 5 говорит о том, что стороны ни в коей мере не будут способствовать развитию сепаратистских движений на своих территориях. И будут всячески, ну, теперь слова мне, может быть, трудно подобрать, но всячески... Потому что зря вам надо было сначала 19 рассмотреть, как я предлагал. Нет, 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 вот мы возвращаемся к 19 вашей, ставим на те же весы пятую статью, о которой я говорю, которую Россия ни в коем случае не выполняет, ни в коем случае. А Румыния? Любым договоренностью. Почему наши депутаты мучились и придумывали, и писали вот в трансграничной телевидении? Написали вы сразу, речь идет строго о российской пропаганде. А я вам скажу, почему там указана конвенция, давайте все-таки говорить, ну, юридическими терминами. Господин Карпов, вот смотрите, я вам предлагаю обсуждать одну статью, вы говорите, я не хочу эту, я хочу эту. Сейчас я вас спрашиваю, вы одно, вы говорите, я не хочу то, я хочу другое. Давайте все-таки как-то уважать друг друга. Почему указана конвенция в трансграничном телевидении? Секундочку, господин Карпов, даже если вы хотите обсуждать эту статью, то тогда скажите, пожалуйста, вот то, что делает в последнее время Румыния, вы говорили о сепаратизме. Это как? А где Румыния? А? Причем здесь? Причем они наши соседи? А господин Новак хочет говорить о Румынии, у нас сегодня каждый будет говорить. Вы говорите, вы просто избегаете эти темы? Нет, я ничего не избегаю. Я говорю о документе в целом, договор о дружбе и сходничестве с Россией, очень важный документ. Хотите, вот я сегодня сделал ретроспективу, я сделал ретроспективу, на самом деле, вот то, что вы сделали, вот смотрите, я начну по пунктам, с мая месяца, выслали пятерых российских дипломатов, первое, второе, зарегистрировал законопроект по борьбе с русской пропагандой, три, секундочку, нет, никакой пропаганды как таковой нет, то есть вы видите только одну пропаганду, а вторую пытаетесь вообще отдалить в сторону и ничего не видеть, не замечать. По крайней мере, так складывается впечатление. Потом после этого объявили Рогозина персонального грата, потом начались репрессии по отношению к журналистам, потом репрессии по отношению к ряду политиков, политологов и так далее. Потом открыли офис НАТО, потом, секундочку, вот логический вопрос напрашивается тут, приняли перед Новым годом, когда закончилась сессия, этот закон, да? Да? Зачем надо было еще какую-то непонятную декларацию голосовать в парламенте? Вот зачем? Ну, вы затронули целый ряд вопросов. Нет, так это, извините, не уйдем от... Нет, я бы хотела, вы все поровну примерно говорили. Да, 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 все-таки, я думаю, здесь, дайте мне две секунды, я скажу про эту конвенцию о трансграничном телевидении. Почему она важна здесь? Потому что в этой конвенции указаны определенные правила, по которым должна вестись телеретрансляция передач или каналов на территории других государств. Кроме этого, там указаны и процедуры, что может делать государство, если оно не согласно с теми, как другое государство ретранслирует. Что оно может сделать? Оно может обратиться в определенные инстанции, там есть арбитраж, то есть там установлены все правила и порядки. Вот почему в таких рамках удобно работается любому государству, понимаете? Ну, почему, вот получается, что самые несчастные люди. А Россия почему-то не подписала эту конвенцию, не ратифицировала. Да, и не только Россия, и не только Россия, еще Беларусь, Казахстан, Северная Ирландия, Канада, Соединенные Штаты. Больше подписали, чем не подписали, правда? Так, секундочку, может мы запретим, как говорят, чертовые бабушки, все, что из Соединенных Штатов, все из Канады, все из Казахстана, Беларуси. Давайте к запретам, я сейчас хочу, чтобы мы прервались с вами, и я вот задаю вам сейчас такой вопрос. Мы же у нас евростандарты, мы на Европу, да, вот все вот равняемся так, как у них. Есть такой канал, RT, да, он вещает на немецком, на французском, на английском, на арабском. Прошу сейчас режиссера дать этот кусок, мы посмотрим, почему же граждане этих стран не боятся российской пропаганды. И только Молдова считает себя самой несчастной страной в этом отношении. Я прошу и режиссеру видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я хочу дать вам несколько личных видов, но сначала к новым результатам. И другие не менее уважаемые гости. Вот смотрите, арти, рупор российской пропаганды. Совершенно свободно, свою версию в европейских многих странах выдвигают, и никто, извините, при этом ничего не запрещает. Господин Волницкий, почему там так, а у нас нет? Ну, у них нет выборов, наверное, в этом году. Ну почему же, в Германии как долго выбирали эту коалицию, помнится, да? То есть тоже были проблемы, однако арти не выключали. Я, наверное, рискну повториться, но скажу так. С пропагандой надо бороться, но в то же время не надо вводить ненужных запретов, когда речь идет особенно о деятельности СМИ. Это очень-очень тонкий вопрос, и надо было подходить к нему очень-очень внимательно. Например, я не видел дебатов обширных в обществе, потому что эти дебаты могли, наверное, создавать определенные настроения в обществе. Наверное, поэтому они не были организованы. Такие вещи не решаются просто так рубить топором и все. Вот все опросы общественного мнения, например, показывают определенные преференции. Их надо тоже учитывать, скорее всего. Поэтому я, возвращаясь к первоначальной точке зрения, рискну повториться. Надо было рассматривать этот вопрос как можно шире. И не надо спешить с его принятием, тем более, что он имеет и определенный политический окрас. С пропагандой нужно бороться, но не выборочно. Благодарю вас, Господин Стахорский. Вы что скажете? Ну, я скажу, что любой запрет со стороны любой власти — это проявление слабости. Потому что, например, господин Карпов как дипломат, он, я думаю, согласится со мной, что в любых ситуациях, особенно такая маленькая страна, не имеющая влияния в мире, ну, так уж случилось, да, Молдова, должна уметь договариваться, должна уметь лавировать, а не идти в лобовую атаку. Я не говорю сейчас только про вопросы, вот, значит, акций, значит, запретных в отношении, там, России. Понятно, что мир разделился, или вернее, всегда существовало два лагеря, да, мы, если так, немножко ретроспектива. Значит, была коммунистическая пропаганда, была западная пропаганда. После развала Советского Союза, значит, все, так сказать, в кавычках стало на свои места. Значит, осталась одна американская большая масс-медийная, как говорится, машина, которая диктовала всему миру, если мы посмотрим, значит, как правильно жить и существовать. То есть, ну, это не моя точка зрения, как русскоязычного человека. Если мы возьмем, поговорим, там, с китайцами, с японцами, там, со скандинавтами, они, я думаю, тоже не будут этого отрицать, если мы по прессе посмотрим. Да, действительно, американское влияние, оно очень сильное. Сейчас что произошло? Сейчас, во все времена пропаганда, это было оружием. Значит, если мы вспомним одного из самых выдающихся Геббельса, он говорил, что мы не стремимся добиться правды, мы стремимся добиться цели. То есть, у любой пропаганды существует цель. И антипропаганда тоже имеет, безусловно, свои определенные задачи, которые необходимо для чего-то реализовывать. Поэтому сейчас сложилась такая ситуация, что пропаганда в современном мире – это оружие. Это настоящее оружие, и Россия этим оружием стала пользоваться, так же, как и американцы этим всегда пользуются. Это не нравится. Кстати, вот по поводу вот этого соглашения, которое Россия не подписала. Значит, у нас в кабельных сетях есть такой канал, называется «Аль-Джазир». Да? Да. Вы имеете в виду о трансграничном телевидении? Да. Значит, заявление президента Трампа американского по поводу вещания этого канала. То есть, мы же ориентируемся на Соединенные Штаты. Израиль хочет на своей территории запретить этот канал, потому что это государственный канал государства Катар. Да? И не мои придумки, есть факты о том, что это государство считается спонсором терроризма. То есть, с этой точки зрения можно посмотреть, если мы говорим, вот Игорь говорил о том, что объективно найти вещи. Значит, мы должны на своей территории запрещать те масс-медиа, которые теоретически могут, значит, угрожать безопасности нашей страны. Да? Соответственно, почему не рассматривался этот вопрос? Вот господин Новый хотел сказать, я так понимаю, по поводу румынских масс-медиа. Да, канал 10, например. Ну, мы не будем отрицать, здесь два квартала от этой студии, значит, есть офис партии либералов. Там билборд уже год висит о том, что 2018 год это год объединения с Румынией. Не является ли это попыткой разрушить государство Молдова? Не являются ли акции присоединения некоторых населенных пунктов, сел, декларации, заявления о присоединении к Румынии, действительно угрозой безопасности Республики Молдова? Я это спрашиваю как гражданин. То есть, меня не волнует сейчас вопрос пропаганды. Мы поняли. И пропаганна в том числе. Ну, это что? Почему, например, вот меня больше всего поражает, что журналистский, как говорится, пул наш молдавский, он вот обычно, к сожалению, потирает руки. Когда вот одних запретили, а, хорошо, значит, других запретили, тоже хорошо. Значит, те, кто поддерживает, значит, европейский вектор, они говорят, что сейчас хорошо, запретили российские СМИ. Но, если власть поменяется, я не хочу этого, я надеюсь, что следующая власть, которая рано или поздно запрет, она будет мудрее, она не будет запрещать, например, румынские масс-медиа. Вот это вот очень важный момент. Так было, например, в Грузии. Господин Саакашвили, вы знаете, да, значит, как с Россией они воевали, вы понимаете, да, к чему эта ситуация привела. И вплоть до 2012 года Саакашвили просто-навросто взял, вот так, как мы, взяли и запретили все российские каналы. Ситуация у них менялась, да, в 2012-м возобновили в кабеле вещание, на сегодняшний день у них свободно транслируется РТР планета. Я занималась просто уже этим вопросом, самой стало интересно. Как это происходит? Так вот, получается, что так, как у нас, только на Украине. Только там вообще уже канал. В Прибалтике не запрещены. В Прибалтике, кстати, да. Вот наши ссылаются часто, а там не запрещены. Вы знаете, я тоже смотрел эту информацию, где в разных странах существуют такие же ситуации, схожие с нашими. Ну, и видите, они происходят там, где существуют определенные конфликты. Мы видим, что творится на Украине или в Украине. Там война, там захваченные территории. Если уж брать этот пример украинский, он самый не в пользу России, потому что при той ситуации, когда, ну, скажем, так, весь цивилизованный мир, сказал вот так, говорит о том, что это была аннексация неправильная и не согласна международным нормам Крыма, я говорю. Тем не менее, если мы смотрим эти ток-шоу, которые происходят на российских различных каналах, особенно эти, которые государственные, которые оплачены государством, то мы видим, какое промывание мозгов там происходит. Что делают российские... И вот вы сами посмотрите, что происходит с теми украинцами, что с ними делают российские... Константин профессиональный спорщик на российских каналах. Поэтому здесь вопрос спорный. А то, что вы говорили по... Нет, это вопрос не спорный, что вот в странах прибалтийских, да, смотрите, у них нет, у них временно. Определенно временно. Да, до полугода. Мои первые слова, которые были. До полугода. Я надеюсь, что это будет временной мерой. Господин Карпов, наше население уже 26 лет надеется, что мы будем жить лучше, но этого не происходит. Поэтому и вы меня, пожалуйста, извините, но ваша надежда, эта категория очень хлипкая. Вот этот российский канал, который вы показали, вещает в Испании, в Германии, во Франции, это один канал на русском языке среди сотен других каналов, которые имеют в своих программах испанский телезритель. Но это же рупор, российская пропаганда АРТИ, понимаете? Но в процентном отношении, я думаю, что там очень мало населения смотрит эти программы. Надо брать статистику и посмотреть. Давайте сравним. В Молдове, насколько наши зрители в процентном отношении, я уверен в этом. Если мало смотрят, значит и у нас мало смотрят, и угрозы нету. Я даже на собственном опыте могу вам это сказать. Я прожил много лет в европейских государствах. Раз вы утверждаете, что такой канал безобидный, вроде бы мало... Нет, я не сказал этого. Я сказал, что это один из нескольких сотен каналов, которые не имеют доступ к гражданам Европы. То есть, по вашему мнению, мы можем свободно вещать этот канал в Молдове? В Молдове российские телеканалы занимают больше половины медийного нашего пространства. Больше половины. Я уже не буду входить в детали. Окей, прайм или какой? Это же из причины. Да какая разница, прайм или не прайм, если передают российские каналы? Мы же говорим о российских каналах, а не владельцах или молдавских телекомпаний. Я не сказал ничего о владельцах, я сказал о каналах. Или молдавских телекомпаниях. Это же две разные вещи. Я не говорил о владельцах вообще ничего. Я прошу прощения, почему я считаю только арти? Совершенно запросто наши граждане фотографии шлют. И прекрасный первый канал ловят. Правда, по-русски, да? То есть, в Германии никто их не закрывает, ничего не происходит. Так об этом и речь. Да, понимаете, то же самое РТР-планета, да, вот их версия. Уровень угрозы, о которой я говорил, в отношении государства, как Германия, стыкуется. Угроза телевидения российского для Германии и для внутреннего политического положения в Германии абсолютно разная с угрозой, которую сегодня чувствует молдавский телезритель. Программа, передача «Настоящее время», которая на русском и о всем, что творится в России, она является на сегодняшний день угрозой? Я не могу судить сейчас конкретные передачи, потому что мы перейдем сейчас на определенные... Я вам скажу больше, господин Карл, вы пытаетесь сейчас так вилять, но это не получится. Вы знаете, почему вилять? Я... Потому что, как минимум, я знаю, как минимум три наших канала молдавских, которые вот ретранслируют эту передачу, и они еще за это деньги получают. А знаете почему? Потому что делают эту передачу те же, которые и у Европы, Либеры, и деньги идут с другого места, из США, от Госдепа. А вы хотите сказать, что из России не идут деньги для различных мероприятий и молдов? Нет, так если запрещаем все российское, может быть, и это запретим? Предложите такую инициативу, господин Карл. Вы видите, как-то... Они предложили, кстати, о селах рассмотреть. Они уже предложили, вы, кстати, отказались. Но давайте о другом. Меня интересует судьба одного телеканала отдельно, да, МИР24. Потому что для того, чтобы выполнить закон нашему государству, необходимо нарушить один из законов. Значит, я объясняю, о чем идет речь. По идее, если следовать принятому закону, никакого трансграничной конвенции там не соблюдается, Беларусь, Казахстан, и половина выпуска новости российских, нужно взять МИР24. Что делать? Запретить. Но, с другой стороны, есть же договор, который подписала Молдова господин Карпов, о том, что мы должны ежегодно платить некие взносы, и это приличные деньги. Как и делаем. Да, и вот я спрашиваю, в этой ситуации, какой закон будем нарушать? Исходя из юридической логики, то надо смотреть, во-первых, какой закон был подписан последним, наверное, вот мне другие коллеги... Да, то есть нарушать из логики, какой закон последний... Есть иерархия законодательных аккетов, не надо пытаться. Нужно нарушать, это я впервые такое слышу, такая логика интересная. Теперь я не смогу вам ответить. И если я посмотрю на эти два документа, вот мы их с вами сравним, я вам дам определенный ответ. Нет, просто неинтересно, вот смотрите, смысл платить правительству за телеканал, который у нас здесь не вещает? Господин Карпов, я вам помогу. Никакого. Для того, чтобы воплотить в жизнь, то есть соблюдать закон, который проголосовали в парламенте, вот последний по запрету, нужно нарушить ту конвенцию. А по иерархии закон ниже. То есть мы будем соблюдать ниже закон, который по весову говоря... Вы пытаетесь найти небольшие элементы, которые, естественно, присутствуют при принятии решений, которые устанавливают... Господин Карпов, это международная правда, это не я придумал и не вы, я говорю, как оно есть. А я еще раз вас спрашиваю, если Россия установила эмбарго на молдавские вина, таким образом она соблюдала все необходимые правовые международные нормы... Я вам скажу больше, Республика Молдова стала, скажем так, алиатом, который вынесла санкции Российской Федерации. Это вообще уму неподлижимо? Каким алиатом? А? По вину? Не по вину, по всему. Помните, когда пошла волна, скажем так, этих санкций? Мне бы не хотелось, чтобы мы начинали с 1812 года, потому что каждый начинает вспоминать то, что ему хочется в этот момент сказать. Согласитесь, господин Карпов, а я задаю совершенно конкретные вопросы. Вот, интересовала меня судьба Мера-24. Давайте поднимем с вами конвенцию по миру. Я поняла. Прочитаем ее. И тогда я вам дам определенное заключение, честное слово. Честно говоря, вы оставили людей без работы. Прежде чем вот так голосовать, вы должны были примерно понимать. Господин Карпов, тут ясно одно, что придется нарушать. Я не уверен, что то, что вы говорили, что это соответствует реалиям, потому что этот канал Милыча, Милыча, Мир, еще никто не закрыл. А, то есть вы закон не будете выполнять, который приняли сейчас от двух чтения. Вы оставите Милыча, сделайте исключение? Я не уверен, что вот это ваше заявление, оно будет воплощено в жизнь, когда кто-то кого-то будет закрывать. Вы обязаны выполнить закон. Вы понимаете, вы обязаны закрыть этот телеканал по этому закону. Я знаю, я не знаю. У вас есть идея, что Игорь сейчас скажет. Я повторяю, Мир создана на базе международного договора. Но некоторые ровнее. И эта телекомпания, она и не могла быть членом конвенции, потому что ее создали не одно государство, которое подписывает... Короче, россияне, если вы хотите что-то сказать на Молдову, говорите на телеканал Мир24. Господин Карпов, он говорит, что он уверен, что не закроет. Я не уверен, что его закроет. Господин Волницкий, пожалуйста. Я по поводу вопроса, связанный с Миром. Я работал в правительстве определенное время. Я с господином Карповым были коллегами. Ну, уровень другой. Господин Карпов был выше, у меня ниже. Но мы были хорошими коллегами. Да, но мы занимались этим вопросом. Господин президент телекомпании Мир каждый раз, когда посещал Молдову, эта традиция сохраняется по сей день. Он просит аудиенции премьер-министра. Я недавно видел, минимум в 2017 году они виделись. Он теперь нарушил традицию, он теперь берет еще интервью президента. И мы в самом деле рассматривали каждый раз, я присутствовал, когда работал в правительстве, я отвечал за пресс и присутствовал на эти встречи между премьерами и президентом телекомпании Мир. И каждый раз, когда там задавался вопрос во время этих встреч, а почему про Молдову так мало вещают, господин президент Мира говорил, что это потому, что у вас есть только 1%, если я не ошибаюсь, в основном капитале этой телекомпании. То есть так мало в денежном революте. И поэтому там страны представлены в эдитаральной политике этой телестанции именно в том соотношении, в котором они являются соучредителями. Поэтому я подхожу к решению. Есть решение, если нынешняя власть не хочет, чтобы этот закон распространился на мир и чтобы эту телестанцию не закрыли, то они могут начать переговоры с другими участниками, с другими странами, участниками создания этой телестанции и выкупить у них доли. И там будет по большому счету 51%. Как вижу, как наше правительство берет деньги и начинает выкупать именно с целью вещания. И мы будем в пространстве СНГ уже продвигать наши точки зрения, в том числе антироссийские. Почему бы нет? Да, господин Карпов, мы, может, тоже пропагандой займемся. Вот на Москву пойдем. Вот я чуть-чуть обдумал еще раз ситуацию с телеканалом Мир. Вы знаете, эта ситуация абсолютно отдельная. Так как страны договорились и подписали, те, кто подписали конвенцию о трансграничном телевидении, точно так же ряд стран создали телекомпанию Мир. Эти две вещи не сопоставимы между собой. Извините, пожалуйста, а в законе вы об этом написали? Это из какой логики исходит? Из такой, из юридической. У меня вопрос в законе об этом написано. Где это написано, господин Карпов, о чем говорите? Что? Что написано? Кто создает неравидение? Нету исключения в законе. Где есть? Есть различные уровни Международной конвенции. Господин Карпов, я вот специально после передачи вытащу закон, опубликую, вы обозоритесь. В законе про мир не написано. Но я хочу сказать, что мир не обязательно подпадет под эти определенные ограничения. Хорошо. Я это сказал. Вы знаете, мне страшно. Я объясню, почему. Вот сейчас, господа, мне стало на самом деле страшно. Потому что, когда говорят, что у нас нет никакого правового государства, я понимала, очень многие говорят. Очень многие говорят, господин Карпов. Это, к сожалению, это правда. Но сейчас меня в этой беседе, вы знаете, меня смущает только одно, что мы не законами руководствуемся, а вы сидите сейчас и говорите, ой, а вот может быть мы вот это вот будет там исключение. А если посмотреть с другой стороны, в правовом государстве... Вы каким-то образом сейчас иронизируете на основе того, о чем я говорил. Я иронизирую, потому что мне страшно. Я вам давал свое мнение без того, чтобы вы мне предоставили документ. Ну вы же мне не дали документ почитать. Что может быть выше закона? Ничего не будет. Надо читать закон. Тогда дайте мне вот это соглашение, по которому... А вы депутат, который принимали этот закон, вы его не читали. Ну понятно. Я не могу знать наизусть соглашения, что создание были компаний. Мне приятно, что я журналист, я вам отправлю. Людмила, если позволите, тогда вопрос напрашивается. Ладно, вы не читали тот документ, но закон, который приняли, читали на них. Конечно, не читали. Да? Что, там есть исключения по поводу мира? Нет. Нет. Нет никаких исключений. Там написано, что они подпадают под закон США. Канада, страны Европейского Союза и страны-подписанты, и ратифицировавшие конвенцию по трансграничному телевидению. Вот что там написано. Канада и США не подписали. А с какого боку вообще мы их не берем во внимание? Или американской пропаганды нету? Вы так считаете? А где у нас есть в кабельном телевидении канадские программы, например? Ну, про американские был задан вопрос. Американские. Все наше есть? В ДНН, да. В ДНН, да. В ДНН, да. В ДНН, да. А кто ставит непредвзятость или корректность этих компаний под сомнение? Кто ставит? В ДНН и других такого рода компаний? Есть очень много. Да. Вы о чем говорите? Вопрос вообще-то звучал по-другому. Согласитесь, что российские аналитические программы, они не все, ну как это, пытаются манипулировать, обмануть. То есть бывают разные сюжеты, так как на разных телеканалах. Просто тут уже вопрос, знаете, как это? В Макдональдс ходить нельзя, потому что это вредная пища, да? Ну, это доказано уже учеными, медиками, куча исследований проводится. Это зло для любого здорового, как говорится, организма, кто хочет быть здоровым. Но давайте запретим Макдональдс. Ну, я как бы немножко по параллелию. Вот господин Крамп любит Макдональдс, он пропагандирует Макдональдс, занимаясь тем самым тоже пропагандой. Вопрос в том, что в советские времена была такая статья в законе за распространение порнографии. Помним мы все, да, наверное, еще. Так вот, эксперты должны доказывать были разницу между эротикой и порнографией. То есть это такой очень сложный процесс, в который включены сексопатологи, психологи, юристы и тому подобное. Мне кажется, что квалификация для того, чтобы определить пропагандистский сюжет, либо какое-то сообщение, это тоже очень сложный процесс. Вот Игорь, я думаю, об этом хорошо знает. Это очень сложный процесс, но проще всего, проще взять и запретить. Вот это самая простая у нас регулятивная мера. Запрет. Ну да, мы проходили историю, мы знаем, да, и книги жгли, и все у нас это было. Я вернусь к своему, молдавские вина были просто запрещены. И все. Господин Карпов, добавляю немного информации. Это так или не так? Да. Вот смотрите. Ну кто начал? Откуда взялось такое? Да ставьте вы эти вина в сторону. Мы начнем сейчас говорить о сливах, о картошке, еще что-нибудь. Конечно. Мы говорим, неожиданно, передача другая. Хорошо. Грузия, Грузия, нам друг? Да, почему? А где вы видите аналитические программы грузинские в нашем середине? А если завтра будут? Будут, будем говорить. Что будем говорить? А аннулировать закон или что будем? Северная Ирландия изменяется. Северная Ирландия тоже попадает. Вроде бы нет у нас программ. Нет у нас аналитических программ про Северную Ирландию. Секундочку. Допустим, если будут завтра, что мы делаем? Если будут, если переходить на это. Мы сейчас пойдем до Северной Кореи. Белоруссия. Вот, Северную Корею. Вы нам расскажите про... Белоруссия, Казахстан. Про медиа в Северной Корее. Вы там были. Господи, я прошу... Сейчас... Вы знаете, где на карте вообще находится Северная Корея, чтобы говорили... Да, я знаю. Вы говорите, мы ничего не видели вообще. Она соседствует со второй половиной Кореи. Серьезно? Вы что? Вы не на заседании парламента. У меня для вас новость. Вы не на заседании парламента. Просто человек даже о законниках. Кто не знает, это не знает, кто не знает. Я знаю закон лучше вас, господи Многор. Серьезно? И еще, кроме вас, знаю много конвенций. Вы не знаете разницу между конвенцией и обычным законом? Почему не знаю? Григорий, Григорий, впервые в жизни пожалела Канду. Да, не думала, что это скажу, но сказала. Потому что я понимаю, как вот это все приходится. Знаете, добавлю вам немножечко человеческого сейчас в наш разговор. Нет, господи. Я просто вспомнил. Я просто не могу молчать. Я, вы же мужчина, я буду отвечать сейчас. Поэтому, смотрите, самое интересное... Самое интересное, что несколько месяцев назад, в конце сентября, в России, знаете, что делали? Широко презентовали открытие молдавской радиостанции. Уже тогда слухи ходили. Все знали, что этот законопроект готов. Что делают россияне? Они в здании Дома национальности в Москве, по инициативе Конгресса промышленников и предпринимателей Молдовы и при поддержке правительства Москвы, была открыта первая молдавская радиостанция в Российской Федерации Молдово-Ля. Это я все, к чему, собственно говоря, вам рассказываю. Что, понимаете, вы говорите, что они такие, вот такие, они такие, вот и поэтому еще плохие. А вот на фоне этого всего, они еще при поддержке правительства Москвы открывают молдавские СМИ. Вам не кажется, что на этом фоне хотя бы высылки российских журналистов выглядят некорректно? По меньшей мере. А все инциденты, которые с молдавскими политиками встречаются... Господин, господин, подвечу на мой вопрос, и я потом на вашу. Я никогда не буду поддерживать, как нормальную практику, высылки санкций... То есть вы считаете, что это было сделано некорректно и нарушение законов? И со стороны Российской Федерации в первую очередь. Вот что же декломат. Это является некорректным. У него нет белого или черного, знаете. У него где-то оттенок, вот он слегка здесь беленький. А здесь 15 оттенков сева. Как не может быть, если у нас... Я думаю, что 50. Спасибо, что не 50. Я только хочу вам сказать. Мне вспомнилось, Людмила, вот вы, если добавить чуть-чуть юмора, то, по сути, мы, если взять, что так многое плохого исходит от России, то мы, по сути, должны запретить господина Лянко, потому что он окончил НГИМО. Понимаете? Ну, не он один, извините. Сколько человек? Давайте я вам дам секунду юмора. Судя по тому, что, ну, в советское время, тут, по-моему, 1981-1986 год, господин Лянко учился в НГИМО. И что-то там случилось, что после этого он перестал любить Россию. Тут даже не попадали просто так по рекомендации соответствующих структур. По квоте проходили. Какой квоте? Ну, как, по какой квоте? От Молдовы была квота, разве нет? Господа Бельчаков. Так как квота была маленькая, именно вот господин Лянко попал. Ну, что он сам маленький? Такой гемошник. Знаете, Дону Новак. Есть такая журналистка российская Ирада Зейналова. Она недавно приезжала в Кишинев, один раз не попала, второй раз по приглашению президента она прилетела. Надеюсь, что будет в третий раз. Вы видели этот репортаж? Видел. Отлично. Я вам теперь только... Давайте только не анализируем. из работы моих коллег. Давай это так. Нет, нет, нет. У меня же столько вопросов. В этом фильме, я посмотрел этот фильм, ну, кроме там каких-то эпитиков... Так, фильм или репортаж? Репортаж, короткий фильм. На минуте 3.15 я увидел там, она говорит о краже миллиарда. Благодаря вашему начальнику? Благодаря особняки, среди них, послушайте, Дону господина Додона. 3.15, 3 минуты 15. Вопрос в чем? Вы решили. Среди особняков дом господина Додона. Я понял, вопрос какой? Это не вопрос. Вопрос в том, откуда господин Карпов как хорошо знает, как выглядит дом. Господин Карпов просто хотел сказать, в репортаже не говорилось о том, вот, господину Карпов обидно, что в репортаже не говорилось, что этот миллиард украли благодаря Юрию Лянке, который вот непосредственно начальник... Господина Додона, вот госпожа Зейналова, она делала объективный репортаж или нет? Нет, надо сделать так, как говорит господин Карпов. Вот когда мы лично... Я не знаю, как вы были до Додона, честное слово. Господин Карпов, вы даете... И мне сложно взять, вы верите в вашу сферу... Это сто процентов его дом? И там было написано прямо... Господин Карпов просто посмотрел пару новостей из этих, скажем так, продемокритических телевизий. Вы показывали его дом, но при чем здесь? Какой наукрад? Вы знаете, почему... Когда была, тогда показывали его дом. Почему? Когда поставили охрану возле дома. Ну все, только вы следите за домом. Президент, очевидно, за его собакой. Давайте сейчас о другом. Я стала на более человеческие какие-то нотки, потому что, например, посмотрите, когда с одной стороны читаешь такую новость, что там открывают СМИ, у нас все вообще закрывают, и это мало кого волнует. При этом их обвиняют во вмешательстве, во внутренние дела. Читаю вчера замечательную новость о том, что вы МИДовец. Французский МИД решил издать версию своего сайта, не поверите, в условиях пропаганды, как говорят дичайшие, на русском языке. Господин Карпов, вот вы депутат, скажите, пожалуйста, на каких языках сайт парламента у нас? Наверное, на румынском и на русском. Я открываю версию на румынском. Мне жаль вас разочаровывать, потому что у нас... Я открываю только румынский. Да, там еще французский и английский. То есть на русском там нет. Это о чем говорит, на ваш взгляд? О том, что Франция заинтересована очень сильно, чтобы все, что творится во Франции, стало источником для российских граждан. А Молдова? А Молдова тогда в чем заинтересована? Лишь, видите, вы меня перебиваете каждый раз. Получается, что я с вами как два оппонента. Ну вы же должны быть не привязаны между правым и левым флангом. Нет, ну я просто если не буду вас останавливать, то я вообще никто не включится. Но французы хотят, чтобы кроме различного рода пропаганды, русские граждане видели и первоисточник. И тогда они взяли и переделали сайт так же и на русский язык. А почему же наши так креативно не поступают, а сразу закрывают? Спросите. Я честно не знаю. А вы там подойди спрашиваете. Надо есть спрашивать. Господин Волницкий, вы тут стоите молчите, я все время пытаюсь вам слово выбить. Ну, спасибо большое. Если позволите, маленькую шутку, потому что коллеги по плато уже пошутили. Я в этом году сенсационные заявления, в этом году успел уже трижды отказаться от предложений, баллотироваться в Молдавский парламент. И сегодня вечером я впервые пожалел, потому что оказывается у них очень интересно там. Может я еще поспешил. Вы не обижайтесь, это как шутка, чтобы разрядить обстановку. Да, у них практически как в правительстве, только еще интереснее. Конечно, у нас еще тут. Теперь, что касается русского языка. К сожалению, в Молдове этот вопрос сильно политизирован. Как вообще все вопросы, маломальски важные в этой стране. К сожалению, когда говорят о русском языке, многие вспоминают, что это язык Путина. Что это язык, на котором говорят солдаты 14-й армии, бывшей советской. Но забывайте, что это язык Достоевского, это язык Пушкина, это красивый язык. И многие произведения. Вот я, например, признаюсь, я великих авторов, мировых авторов, испанских авторов, американских авторов. Я читаю в русском переводе, потому что русский перевод лучше, чем другой перевод. Я вам могу показать свою библиотеку, где она на 80% состоит либо из русской литературы, либо из русских переводов. Остальные 20% — это чистая румынская литература, которой тоже я наснаждаюсь. Поэтому, когда мы говорим о языке, не надо слишком много политизировать. Это красивый язык. И не надо дать политикам вовлечь этот язык в свои игры. — Сказал красиво, прям вот, молодец. Аплодирую, правда, господин Стохорский. В этот спор я вот сейчас даю возможность вам вклиниться. — Зачем, зачем? Все прекрасно, Игорь сказал. Ну, послушайте, все упирается все равно в политику. То есть вот у нас тут два депутата. У них, представляете, им нету даже возможности вот на заседаниях парламента поговорить. Они у вас в студии, здесь между собой хотя бы какой-то диалог налаживают. Вы понимаете, может быть, во благо граждан простых наших. Это вот радостно было бы, да? На самом деле, есть разные... — На самом деле, каждый из них останется при своей позиции. — Не, ну, послушайте, понимаете, вот... — Ну, это политика, как вы говорите. — На мой взгляд, что мы сейчас живем в такое время, когда любое мнение, которое не соответствует моему, является мнением врага. То есть вот люди по поводу вопросов, что, например, происходит на соседней Украине, но доходят до споров в семьях, там, я знаю, случаи, там бывают просто конфликты, да? Чуть ли бывают там, я не знаю, драки, значит, родственники с друг другом не разговаривают. То есть вы представляете, до чего людей довели? Не они до этого дошли, их довели до этого политики, используя, кстати, те же самые механизмы пропаганды. То есть мир так устроен, я еще раз повторю, пропаганда — это оружие во все времена, и им каждый пытается использовать его как угодно. Значит, давайте посмотрим по-другому на то, что происходит с запретом, связанным с российской не только масс-медиа, а другими всеми вопросами. Значит, есть версия, я не утверждаю этого, что существует конфликт между нынешней нашей молдавской властью или людьми, которые руководят, и некоторыми представителями, я не знаю точно, в кем именно, в высоких кругах российской власти. Вот это основа всего. В свое время, вот господин Карпов сказал, запрет вина, это же было тоже, да, это было, на мой взгляд, очень неправильное решение. Я, например, его как гражданин этой страны осуждаю, запрет вина, да, но это был политический шаг со стороны России. Это был конфликт между президентом Воронином и президентом Путиным. Это факт. Политически, да. То есть, это, как говорится, никто не виноват. И граждане Франции, и граждане Германии, и граждане США, они также попадают под санкции. Я вам хочу напомнить простой пример, маленький, по поводу Франции. Вы помните, там есть такой банк, Парибас, он провел транзакцию со страной, которая была в списке запрета Соединенных Штатов. Они там какой-то сделали транш вполне законный. Его штрафовали на 9 миллиардов евро. Его оштрафовали по указу из Вашингтона. Я вам хочу сказать, мы все прекрасно помним о прослушке разговоров госпожи Меркель. Друзьями по коалиции. То есть, и масса-масса таких примеров. То есть, мы понимаем, что мы живем в таком мире. И, на мой взгляд, запрет это всегда плохо. И сейчас я единственное хочу сказать, что, на мой взгляд, власть, поступив таким образом, вот сегодня закон вступил в силу, она полностью в очередной раз взяла на себя еще одну ответственность за все, что будет происходить. Теперь нельзя будет обвинить, что выбором, либо каким-то действием нашей молдавской власти помешала ужасная кремлевская, там, пропутиновская пропаганда. Все, ее не будет, и тогда ответственность будет лежать. Как в Украине сейчас. Вся ответственность лежит только на Порошенко и его команде. Вот и все. Ну, им все время все равно мешает Путин. Я что хочу сказать? Нет, ну, нет, не надо так, но это отдельная история. Но это правда, это правда. Не хочу комментировать. Я хочу продолжить вот вашу мысль в плане политики. И, получается, вот сегодня я считала до выборов 9 месяцев как раз утром. Я подумала, сколько может еще родиться идей. У нас что-то, час зачатия тут сегодня. В умах, да, тех, которые хотят поссорить Россию и Молдову. И у некоторых даже уже, вот я так вижу, что нервы начали сдавать. Наверное, это самое плохое, что может случиться. Со всех точек зрения, в том числе и в дипломатической. Благодарю вас за то, что вы пришли. Приходите к нам еще. Мы будем с вами разговаривать в программе «Полюс». Ну что ж, это была первая часть программы под названием «Политика». Я вам напоминаю, что совсем скоро наш информационный вечер продолжит выпуск новостей. А сразу после в эфир выйдет вторая часть программы «Люди». Вас ждет эксклюзив. Сегодня это российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. А затем мой коллега Илья Киселев представит вам свою рубрику «Человек неделя». Это «Полюс». И мы с вами на одной стороне. Вы смотрите «Полюс. Политика. Люди. Страна». В эфире часть вторая. Люди. Время эксклюзива. Мы предлагаем вашему вниманию интервью российского сенатора, председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова специально для нашей программы. В Молдове его также знают как журналиста, телеведущего, политолога, депутата Госдумы. Кроме того, он преподает в МГИМО, является автором более 400 публикаций в различных международных изданиях. Итак, наша рубрика «Эксклюзивные люди» в эксклюзивном интервью. Большое спасибо за то, что согласились дать интервью программе «Полюс». Давайте сразу к делу. Недавние инициативы спикера Андриана Канду о расчете компенсации со стороны России за так называемую оккупацию Приднестровья. Вот по мнению некоторых политологов, это очень напоминает риторику некоторых прибалтийских государств. Какие, на ваш взгляд, цели преследуют подобные заявления одного из лидеров парламентского большинства Молдовы? На мой взгляд, заявление спикера Молдовского парламента – это еще один шаг, направленный на ухудшение отношений между Кишиневым и Москвой, на отрыв Молдавии от России, на ослабление даже тех не слишком интенсивных связей, которые еще сохранились между двумя странами. Стравящая коалиция в Кишиневе делает все для того, чтобы увести Молдавию в западном направлении, хотя уже совершенно очевидно, что путь евроинтеграции обрекает подавляющее большинство населения Молдавии на нищенское и полунищенское существование. Евросоюз не в состоянии предоставить Молдавии такие рынки для молдавской продукции, которые компенсировали бы ей утрату российского рынка. И это заметно по объемам квот, которые предлагают Молдавии власти Евросоюза. Российский рынок гораздо объемнее и гораздо благоприятнее для молдавской продукции, но правящую элиту в Молдавии это не беспокоит. Ее беспокоит ее собственное существование, как они предполагают, комфортное и беспроблемное под сенью НАТО и Европейского Союза. Повторяю, опыт целого ряда государств, которые пошли по этому пути, показывают, что от этого выигрывают только узкие правящие круги. Поселение от этого в большинстве случаев не выигрывает. Но таков выбор целого ряда политических партий Молдавии. Думаю, что это также и попытка подорвать позиции президента Молдавии господина Дадона, поскольку любой шаг, направленный на усложнение отношений с Россией, по суждению представителей молдавской правящей коалиции, он косвенно бьет и по позициям президента Молдавии. Алексей Константинович, у нас с сегодняшнего дня вступили в силу изменения в кодекс о телевидении и радио, которые фактически запретили российские новостные и аналитические программы. Госдума приняла заявление. В ответ наш парламент принял свою декларацию. Могут ли последовать с российской стороны дополнительные шаги и насколько точечными они будут? Я думаю, что Россия не будет ли ухудшения отношений с Молдавией в информационной и культурной сферах. Речь может исти только о том, что молдавские ретрансляторы потеряют значительные доходы, в том числе рекламные и немалую часть аудитории, если они откажутся от ретрансляции российских каналов, которые пользуются большим успехом среди, прежде всего, русскоговорящего населения. Русскоговорящее население Молдавии составляет, по-моему, более 80%. Поэтому в данном случае Москва просто предупреждает молдавских операторов, что им угрожает потеря существенных выгод от взаимодействия с российскими телевизионными каналами. Ну и будем надеяться, что этот аргумент возымеет определенное действие. Хотя, повторяю, правящая коалиция решительно настроена на разрыв отношений с Россией, в том числе и на отказ от российского вещания. Опять же, это отвечает интересам тех, кто сейчас возглавляет правительство Молдавии, но это не отвечает интересам большей части населения. Я вообще замечаю, что между примерно 15% населения Молдавии и примерно половиной населения страны возникают очень серьезные трения. То есть есть некое небольшое ядро, которое поддерживает стремление властей оторвать Молдавию и Россию, и есть большинство населения, которое это стремление не поддерживает. Именно поэтому оно проголосовало за господина Дадона. И вот этот конфликт, как мне кажется, он не уйдет. Именно поэтому правительство Молдавии, правящая коалиция, предпринимает такие конвульсивные, я бы сказал, шаги, на мой взгляд, плохо продуманные, но агрессивные, носящие агрессивный антироссийский характер, для того, чтобы воспользоваться тем моментом, пока они находятся у власти, и добиться необратимых изменений в худшую сторону российско-молдавских отношений. Существует мнение, что запрет ретрансляции российских программ придуман с целью, прежде всего, предотвращения победы на предстоящих парламентских выборах партии социалистов, которые, как известно, наступают за развитие хороших отношений с Россией. Какие еще причины, на ваш взгляд, могли вызвать данные шаги с молдавской стороны? Ну, конечно, здесь есть элемент политической конъюнктуры, то есть желание улучшить информационный контекст для так называемой демократической коалиции перед выборами. Но, думаю, здесь есть стратегия. Здесь еще идет о стратегическом разрыве информационных связей с Россией. Поэтому пути ведь пошли практически все страны, которые вступили в НАТО, и трибалтийские государства в значительной степени, и Украина тем более, хотя они не член НАТО, но очень хотели бы вступить в эту организацию. Здесь единая цепь, единая логика поведения, разрыв или ослабление политических, экономических и информационных связей с Москвой для того, чтобы увести страну в евроатлантическое пространство. На мой взгляд, это чисто элитарное движение, оно не поддерживается народом. В Молдавии население против этого протестует, поэтому оно проголосовало за лидера социалистов на президентских выборах. Я не думаю, что эта мера сильно поможет правящей коалиции и входящей в нее партии удержать свои позиции. То есть, не думаю, что это будет решающим фактором на молдавских выборах, но они пытаются максимально ограничить, видимо, российское влияние и таким образом обеспечить все лучшие условия для выступления на выборах. Но повторяю, что молдавский избиратель прекрасно знает подлинные расклады в Молдавии, и те, кто будут голосовать против ныне правящих коалиционных партий, я думаю, они будут и так против них голосовать, независимо от того, будут ли они смотреть российские информационные и военно-патриотические программы или нет. В России сейчас набирает ход предвыборная президентская кампания. Очень многие уверены, что победит Путин. Означает ли это, что сохранится преемственность в политике России в отношении Молдовы? Я думаю, что политика России в отношении Молдовы будет зависеть в значительной степени от политики самой Молдовы. Не думаю, что Россия будет неизменно идти по пути, скажем, расширения российского рынка для молдавской продукции, если мы столкнемся с враждебными проявлениями со стороны Кишинева. Это там должны понимать. Вот эти разговоры о компенсациях, например, ну, во-первых, они не леты, потому что никаких компенсаций не будет, но, во-вторых, все же, мне кажется, хоть часть этой молдавской правящей элиты, она, по-моему, уже стала антинациональной, но, тем не менее, она все-таки должна задуматься о перспективах молдавской экономики. Если Молдавия вновь утратит значительную часть российского рынка, это ее экономике уж точно не поможет. Ситуацию ухудшит. Поэтому Россия готова развивать отношения с Молдавией, при том понимании, что в Кишиневе будет встречное желание искать какие-то взаимоприемлемые формы общения. Если же Кишинев будет идти по пути требований компенсации и объявлений России политической войны, я не думаю, что Россия будет поддерживаться в своей нынешней линии. Конечно, очень многое зависит от результатов выборов, от нового соотношения сил, от того, как и кто сформирует правительство. Во-вторых, в Москве есть серьезное желание поддерживать и расширять отношения с Молдовой, и чтобы они вышли на хороший уровень. Но, к сожалению, мы видим другие тенденции сегодня в Кишиневе. Если эти тенденции будут обращены вспять в результате выборов, я думаю, что перспективы у российско-молдавских отношений будут весьма хорошие. И Владимир Путин, конечно, будет верен своему курсу в случае его избрания на улучшение отношений с Молдовой. Алексей Константинович, огромное спасибо за то, что ответили на мои вопросы. Это был российский сенатор Алексей Пушков. С его мнением вряд ли согласится правящая коалиция. Зато нашим зрителям, мы уверены, оно было интересно. Ну а наша программа продолжается. Илья Киселев уже в студии и готов завладеть вашим вниманием. Илья, перенимай эстафету. Спасибо, Людмила. Все мы часто говорим о необходимости поддержки людей культуры и искусства. Но в реальности так происходит не всегда. Отчасти эта ситуация была исправлена на прошедшей неделе, когда президент Игорь Дадон вручил высшую государственную награду Орден Республики Юрию Хармелину, художественному руководителю и режиссеру государственного драматического молодежного театра с улицы Рос. Знакомьтесь, человек недели на Акчен-ТВ, режиссер Юрий Хармелин. А сейчас, дорогие гости и зрители фестиваля вашему вниманию будет представлен спектакль по произведениям Даниила Хармса «В небеса. Полет в стиле Хармса» в исполнении артистов государственного молодежного драматического театра с улицы Рос. Приятного вам просмотра! Спасибо! 40 лет. Для некоторых этот срок настолько велик, что они пока не в состоянии его просто осмыслить. Для художественного руководителя и режиссера государственного драматического молодежного театра с улицы Рос Юрия Аркадьевича Хармелина 40 лет – это жизненный период, за который школьный драматический кружок, созданный в 1978 году школьным учителем английского языка, стал популярным театром, широко известным сегодня не только в столице Молдовы, но и за пределами страны. По мере того, как драм-куружок развивался и превратился сначала в театр юного зрителя, потом в муниципальный театр-студию и, наконец, в государственный драматический театр с улицы Рос, его бессменный руководитель и режиссер Юрий Хармелин окончил режиссерское отделение одного из авторитетнейших театральных вузов – театрального училища имени Щукина в Москве. За 40 лет работы в театре с улицы Рос было поставлено свыше 150 спектаклей русских, советских и зарубежных авторов. Это классические постановки, пьесы современных драматургов, рок-оперы и сказки для детей. И целью каждого спектакля, поставленного Юрием Хармелиным, было не только привлечь зрителя в театр, но и составить его полюбить то, чему отдавал себя без остатка режиссер и его артисты. При этом Юрий Хармелин не забывал о своей первой специальности – педагогической, основав театральный лицей, который стал проектом не менее значимым, чем театр с улицы Рос. Выпускники этого лицея сегодня успешно работают в театрах Молдовы, России, Украины и дальнего зарубежья. Несмотря на все триумфы, несмотря на регулярные успешные гастроли и многочисленные призы, полученные на театральных фестивалях, на сегодняшний день театр с улицы Рос до сих пор остается без своего помещения. И даже статус государственного театра не может помочь артистам, которым аплодировала публика многих стран, обрести, наконец, свое собственное помещение. Но художественный руководитель и коллектив театра не оставляют надежды на то, что когда-нибудь у театра с улицы Рос появится свой собственный дом, в котором Юрий Аркадьевич Хармелин будет ставить новые спектакли и строить новые планы на будущее. Сегодня у нас в гостях художественный руководитель и режиссер государственного молодежного драматического театра с улицы Рос Юрий Аркадьевич Хармелин. Юрий Аркадьевич, вы по образованию и педагог, и режиссер. И ваша деятельность непосредственно связана с обеими этими специальностями. А кем вы себя больше ощущаете? Режиссером или педагогом? Вы знаете, мне кажется, что это настолько взаимосвязано, во всяком случае, в том, что делаю я. Я вообще-то с молодости, с детства мечтал быть и педагогом, и режиссером. И так получилось, что сейчас я возглавляю театр уже 40 лет почти. 22 года возглавляю театральную школу, театральный лицей. И это все очень хорошо совмещается. Я думаю, что любой режиссер должен быть педагогом. И, может быть, даже сказал бы, что неплохо было бы себе педагог каждый. Был немножко режиссером хотя бы. Это было бы лучше для него и для детей, которых он учит. Скажите, репертуар вашего театра, он очень разнообразен. В нем присутствуют пьесы самых разных драматургов. Чем вы руководствуетесь, когда выбираете пьесу для очередного спектакля? Ну, знаете, я все-таки руковожу театром очень много лет уже. И репертуарная политика – это один из самых важнейших моментов вообще в руководстве театром. Почему? Потому что, думая о репертуаре театра, необходимо всегда, во-первых, помнить об актерах, сколько у тебя их, какие актеры, кого ты хочешь занять, как ты хочешь занять. Надо подумать о том, чтобы люди не болтались зря, чтобы они были заняты, чтобы они были задействованы, чтобы они хотели работать в этом театре. Им должно быть интересно. Это, то есть, надо думать об актерах, и поэтому надо... Второе, надо думать о том, чтобы сам репертуар действительно был очень разнообразным. Разнообразным не только по жанру, хотя мы очень стремимся к тому, чтобы жанрово у нас был разный очень репертуар. Это и комедии, и драмы, и трагедии, и оперета, и рок-опера, и мюзиклы. То есть, у нас очень-очень разнообразный по жанру репертуар. Но и, кроме того, это должны быть в равной степени, то есть, дозировано должны быть пьесы современных авторов, пьесы зарубежных авторов, наших молдавских, русских авторов, пьесы, музыкальные пьесы, да, и классика, конечно, классика, и зарубежная, и русская классика. То есть, и вот есть... А, и детские пьесы, конечно, должны тоже быть в большом количестве в репертуаре театра, потому что мы все-таки молодежные театры. Поэтому это имеет очень большое значение. И вот таким образом я и слежу за... Да, то беру... Вот сейчас я взял ставить «Мамашу Курашу и ее дети». Это Бертольд Брехт. Это классика немецкая, но это первый раз, это такая зонг-драма. Это и по жанру я впервые делаю, и в то же время авторы этого впервые, и в то же время это классика, и это то, чего еще наш театр не делал. Мы очень любим эксперименты. Скажите, пожалуйста, вот в конце прошлого года прошел уже в девятый раз театральный фестиваль Молтфест Рампа Ру. Он пользуется большой популярностью среди кишиневцев, но вот почему-то со стороны правительства, со стороны Министерства культуры особого внимания к нему не замечено. Почему? Как вы это объясняете? Ну, знаете, я... Он вообще всю жизнь работал так, что старался ни у кого ничего не просить. Ну, то есть, вот уже почти 40 лет. Ну, то есть, даже если я и обращался с просьбами, то есть, как бы, если мне и обещали, обещали, то мало когда свои обещания были, там, выполнялись. И поэтому рассчитывать на чью-то помощь всегда, мне кажется, не очень правильно. Лучше все-таки рассчитывать на свои силы, на людей, с которыми ты работаешь, на свою команду. И вот этот фестиваль мы... Да, нам немножко помогало последние пару лет Министерства культуры, очень, очень, немножко, очень. Но если мы рассчитываем все равно на свои силы, потому что если мы возьмемся, если мы сделаем, мы все равно добьемся того, чего хотим. Для театра с улицы Рос важнейшей проблемой до сих пор остается обретение своего собственного дома. Восемь лет назад уже, казалось бы, что-то сдвинулось с мертвой точки, но потом все это опять приостановилось. На какой стадии все это сейчас находится? Что тормозит? Ну, смотрите, мы получили вот это помещение, вот это здание, это магазин бывшего, сейчас он уже на магазин не похож. Мы получили его в 2002 году. Это прошло уже 16 лет. Начиная с 2005 по 2008, до конца 2008, здание строилось. Строилось потихоньку, помаленьку, строилось, строилось, строилось. Начиная с 2009 года, любые финансирования были приостановлены, их просто больше не было. И почти на 50% построено уже здание, в которое вложено было немало денег, вот до сих пор, считайте, уже почти 10 лет, не финансируется, не строится. И даже то, что было сделано, уже разворовано, разломано, переломано. И сейчас это все надо делать. Но если не с самого начала, то, по крайней мере, очень много надо повторить. Хотя там уже есть и зрительный зал с амфитеатром, и сцена с колосниками. И, в принципе, там работы максимум на 6-8 месяцев. — При должном финансировании? — Да, при нормальном финансировании. При нормальном финансировании. Но, к сожалению, вот пока мы еще на улице. Не зря мы театр с улицы рос. Вот мы как-то с улицы, на улице живем. Но, знаете, я не сравниваю себя, не дай бог, ни с кем, из как бы великих. Но хочу сказать, что уже были такие случаи. Ну, вот нашему театру исполняется 40 лет. Уже были такие случаи, когда 40 лет приходилось вести за собой народ, чтобы прийти куда-то в свой дом. Может быть, и этот год тоже будет нашим годом, когда мы все-таки получим свой дом, свою крышу. — Юрий Аркадьевич, у вас, кроме театра с улицы рос, есть еще один очень серьезный, очень важный проект. Это театральный лицей. Что ваш лицей дает тем его выпускникам, которые выбирают другую карьеру? Не актерскую, а... — Ну, вы знаете, ведь когда мы набираем детей в наш лицей, они же у нас учатся и общеобразовательным предметом, и театральным предметом. И учатся от первого до двенадцатого класса, издают бакалавра. То есть все как положено. Да, профиль арты. Но у меня нет такой цели каждый год набирать там по 30-35 детей и делать из них всех артистов. Это просто бессмысленно, тем более в такой маленькой стране. Поэтому самая главная цель моя, как педагога, как руководителя этого учебного заведения, это гармоничное развитие детей. — Личность. — Да, да. Гармоничное развитие. То есть когда дети могут и танцевать, и петь, и общаться, и думать, то разве это плохо? Это же замечательно. И совсем не обязательно становиться для этого артистом. Только некоторые немножко, каждый год, два, три, максимум пять человек могут потом поступить в театральные вузы и дальше становиться артистами уже профессиональными. А так наша самая главная цель, моя самая главная цель — это гармоничное развитие личности. — Спасибо большое за то, что вы ответили на наши вопросы, за то, что пришли к вам. — Спасибо вам за то, что вы поинтересовались и задали эти вопросы. — Хочу пожелать вам успехов, сил, здоровья во всех ваших делах, которые вы начинаете, и чтобы вы всегда с успехом их доводили до конца. — Спасибо большое. И вам тоже успехов и на канале, и дай Бог, чтобы все, о чем думают наши люди и все, о чем мы думаем с вами, чтобы это все сбылось и свершилось. — Это был проект «Человек недели». Каждый понедельник в программе «Полюс» на Акчен-ТВ наш рассказ о самых известных и заслуженных людях нашей страны. Каждый месяц по итогам опроса телезрителей мы будем определять человека месяца, а в конце года по итогам вашего голосования человека года. До встречи через неделю. Ну а мы продолжаем программу. Настало время узнать, что думает страна. Не политики, политологи, комментаторы и аналитики. Самое важное, что думают простые люди. Мы спросили их о важном. Как изменится отношение к молдавским гастарбайтерам после принятия молдавским парламентом декларации, осуждающей российскую власть. И так, говорит страна. По большому счету, никак. Рабочая сила нужна России. В любом случае, люди там останутся работать. Может быть, какие-то другие рычаги будут давление, но миграция вряд ли. Я думаю, что все, что они делают, это потом окажется против нас. Наши мигранты, они забывают о том, что сюда присылают деньги. За счет этого, Молдова еще как бы живет. Оттим, как мы смотрим на политика Федерации Русской, Бануэйск может влиять. Но опробование, ма рог, ордонанты, respectивая парламенту, это достаточно окей. Оттим, как и Федерация Русская имеет определенные отношения в отношении нас. Не дадут им там работать. Как ответ говорят, как ответ, так и привет. Что-то, что парламенту, мы выбрали против России, это все, что-то неизвестно, для Республики Молдова. Не только для эмигранты, которые в России, но и для нашей экономики. Потому что мы имеем отношения с Россией. У нас нет никакого, я хочу работать, как я работал до сегодня. Вы знаете, сколько переводов с Россией сюда переходят? Это никто официально нам не говорит. Вот люди будут страдать, сидеть здесь и ждать, пока нам кто-то подаст. То есть, мы родили с Россией, мы знаем язык, мы знаем, что производство производства в Молдова там очень, очень интересная. Мои дети были аренжены там, они были в доме, они живут, они живут, они много работают. Угрозит за предыдущие 100%. Более жесткие режимы миграционной службы 100%. Негативные, конечно, могут быть. Что, видят, что русские тоже создадут какой-нибудь закон, что будет труднее найти работу, что, ну, преграды какие-то. Требует, чтобы оставить нашу язык, с дынши. С европейами, парк-то скажут, что они идут по-успеции, они приходят по-успеции, 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 по-успеции. Но в нашей стране это не так, но в нашей стране много датуреи. Я не знаю, что мы дадим датуреи. Бои мы можем сделать там, где мы можем экспортировать. Эти экспорты являются наши деньги. Но в том, что я пишу в прессе, я не думаю, что экспорт в Европу будет больше, чем в странах СССР. Время будет выглядеть. Вы смотрели программу Полюс. Политика, люди, страна. Мы предложили свою версию событий, фактов и явлений. Сегодня вы узнали новых интересных людей, а те, кто были и так хорошо знакомы, возможно, раскрылись с новой стороны. Прощаемся ровно на одну неделю, но только для того, чтобы вновь встретиться на Полюсе. Ведь мы с вами на одной стороне. Редактор субтитров А.Семкин